Да, друзья, просто нет слов. Ну, тут одно напрашивается. Вау! Заряжайте на здоровье. Что ты попал в какие-то катакомбы? Где расположен коллектор? Высший пилотаж. Вы только посмотрите, какая красота. У меня просто нет слов. Я, честно говоря, такого никогда не видел. Слушайте, очень красивая отделка. Ох ты, слушайте, это стекло, что ли? Если там протечки, вижу. И это одна из самых, друзья, высоких точек штукатурит по маякам. Базальтовый утеплитель. Углом зашить и все. О, нормально держится. Раз, два, три окна. Совсем другая история. Стенка обычная и гладкая. Идет вниз. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс «Симпл» расположен на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы в Шушарах. И имеет питерскую прописку. Шушары – это поселок Пушкинского района города Санкт-Петербурга. Застройщиком комплекса выступает Бау-Сити Девелопмент. Бау-Сити Девелопмент начал еще свою деятельность в 2008 году, когда выступал подрядной организацией у крупных питерских застройщиков. В сентябре 2020 года Бау-Сити приобрел согласованный с городом проект у застройщика «Даль Питерстрой». На счету застройщика сданный объект – жилой комплекс «Бау-Хаус» на проспекте Космонавтов. Он был сдан в конце августа 2019 года. Комплекс достаточно красивый и выделяется среди остальных. Нужно отдать должное застройщику. Он не стал строить по проекту «Даль Питерстроя», а переработал проект, улучшив его показатели. Увеличены проемы окон, увеличена толщина перекрытий, сборная лифтовая шахта заменена на монолитную. Инженерные системы вынесены в межквартирные коридоры с системами учета ресурсов. Щербинские лифты заменены на «Алекс-лифт» и даже представлены рендеры антивандальной обшивки лифтов на время ремонта в квартирах, чтобы не спортили дорогую и красивую обшивку кабин. Все это, друзья, я узнал из проектной декларации застройщика. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, уставной капитал у застройщика – 202 миллиона 800 тысяч рублей. Жилой комплекс «Симпл» – это три дома в 26 этажей, строящихся по монолитной технологии. Комплекс возводится на территории в полтора гектара земли. Почти 82% участка земли отведено под благоустройство. Класс энергоэффективности всех зданий – высокий. Если обратить внимание на рендеры застройщика, то в вечернее время комплекс будет сильно выделяться среди своего окружения, так как у него красивая фасадная подсветка, и она мне чем-то напоминает подсветку с данного комплекса «Баухаус». Квартиры в комплексе представлены от студий до двухкомнатных квартир. Панорамное стекление, глубокие лоджии, окна, ванных, кладовые помещения и многое другое – вы скоро увидите все сами. На момент съемки однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик квартиры передает в черновые отделки. В комплексе 1150 квартир и 254 машинное место на открытых парковках. Согласно данных квартирографии, студии и однокомнатные квартиры занимают 87% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры – 13%. Проектная высота всех жилых помещений – 2 метра 60 сантиметров. Согласно проектной декларации застройщика, весь комплекс дадут одновременно в третьем квартале 2023 года. А ключи передадут до 30 июня 2025 года. На первых этажах комплекса расположены коммерческие помещения. Коммерцию можно приобрести от 6 миллионов 200 тысяч рублей. На минус первых этажах расположены кладовые помещения. Это отличная возможность сохранить пространство своей квартиры и спрятать, к примеру, сезонные вещи в свою кладовку. Кладовки стоят от 119 тысяч рублей. Ближайшая станция метро к комплексу Купчино. До нее 4,4 километра. Чуть далее расположены станции метро Звездная, Дунайская и Шушары. В полутора километрах железнодорожная станция Шушары. На электричке за 20 минут вы доедете до Витебского вокзала. А это станции метро Пушкинская и Звенигородская. А стоимость проезда в электричке на сегодняшний день составит 43 рубля. Остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, такие как Капитерочка, Магнит и Перекресток, расположены в шаговой доступности от комплекса. Трамвайную сеть Купчино, Шушары и Славянка начнут строить осенью. Старт проекту сегодня дал Александр Беглов. Губернатор оценил перспективы линии и оставил автограф на шпале, которую первый положит на путях. Строительство пройдет в два этапа. Рабочие проложат 21 километр сети. Это впервые в стране трамвайный вокзал, потому что пешеходы и посетители будут заходить непосредственно в вокзал, закрытый, защищенный от дождя, и выходить тоже закрытый. Совершенно новое слово в трамвайном движении. А для нашего города, как для столицы трамваев всего мира, а наш город Крисман, столица трамвая всего мира, это очень важно. Строительство трамвайной сети планируют полностью завершить к 2025 году. С запуском новой линии время в дороге от Славянки до станции метро Купчино составит 40 минут. В перспективе трамвайную сеть также проложат до аэропорта Пулкова и корпуса Государственного университета в Пушкине. В шаговой доступности от комплекса 9 садов и 3 школы. Школа номер 93 и детский сад номер 37 расположены прямо на границе с комплексом. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Но это неудивительно, ведь сейчас начало сентября и дети пошли в детские сады и школы. Отмечу планировочное решение застройщика. К примеру, за 5 миллионов рублей можно приобрести студию в 31 квадратный метр с тремя окнами и балконом с панорамным остеклением. И вы знаете, я из нее сделаю однокомнатную квартиру, всего лишь поставив одну дверь. А заплачу на миллион меньше и дороже сдам в аренду. Студия в аренду стоит 20 тысяч рублей в месяц. Однокомнатная квартира в этом районе 25 тысяч рублей в месяц. Соответственно, за год я заработаю на 60 тысяч рублей больше. Или приобрести студию с эркером. Эркер – это выходящая из плоскости фасада часть помещения. В нашем случае с двумя окнами. Да и по отделке у меня есть соображения. Но не буду сразу раскрывать все карты. Кому интересно, напишите мне. Первый этаж – коммерческие помещения. Вот это будущая входная группа. Давайте зайдем и посмотрим его внимательно. По аналогичному магнитному ключу вы будете заходить в жилой комплекс «Симпл». И она во всех подъездах проходная. Лифтовой холл, три лифта и будущий выход во двор. Кстати, у застройщика есть проектная декларация. И на рендерах видно, что территория будет огражена не забором, как это обычно, а кустарником. А чтобы не заезжали машины, застройщик обещает поставить шлагбаумы. Вот здесь, я понимаю, будет лаунж-зона, которая есть на рендерах застройщика. Вот здесь, скорее всего, будет колясочная. И... А, вот он. Это гостевой туалет, друзья. Это круто. Чтобы помыть лапки вашей собачки. Лестничный марш. Застройщик его приобретает на бетонном заводе. Приезжает уже готовый. Это здорово, потому что он получается заводского качества. Все ровно, красиво. Ограждающая конструкция. Здесь у нас уже утеплитель. Первый слой штукатурки и сетка под ним видна. Слушайте, трубы как ровненько стоят. Это, скорее всего, отопление. Видны стаканы, видна противопожарная пена. Она как раз вот такого розового цвета. Здесь уже... Ух ты! Сеночки-то какие красивые. Давайте на второй этаж зайдем. Широченная дверь, друзья. Слушайте, тут больше метра. Здесь полотно больше метра. Это, кстати, здорово, потому что если что-то тащишь крупное... Метр. Внутри, ну, метр десяти получается полотно. Два окна, клапан. Ну, полагаю, что закроют это все решеткой. На потолке я здесь вижу грильяту. Стик, ух ты! Тут отделка. Здесь уже есть отделка. Слушайте, круто сделали. Два лифта пассажирских. Один грузопассажирский. Слушайте, очень красиво. Дымоэтаж, наверное. Грильята. Ну, клапан, я тоже, надеюсь, закроют решеткой. Идемте смотреть коридор. Второй этаж. Межквартирный коридор. Здесь даже, обратите внимание, помыты полы. Двери. Красивая очень отделка. Очень красиво. Три петли. Два замка. Нестандартная фурнитура, потому что обычно китайские ручки ставят. Звонки наверху. Я, конечно, сторонник, чтобы они были ниже. Это удобно, когда дети. Ну, вот на уровне выключателя, мне кажется, так удобнее. Шнайдер не из дешевых, друзья. Сейчас попробуем зайти посмотреть квартирку. Шкафы. Понятно, рукава потом поставят. Он еще не сдан. Блин, нифига себе, смотрите. Вот такие места. Слушайте, обычно просто лючки такие, что они всегда бросаются в глаза. Здесь мне нравится, что для обслуживания инженерных систем вот такой лючок, просто как дома сделан. То есть он особо в глаза не бросается. Молодцы. Интересно, еще будут ограничители двери или нет от застройщика. Вот чуть было не забыл. Обратите внимание на стенку в межквартирном коридоре. Вообще на стены. Что мне нравится, что стенка обычная и гладкая. Никакой не декоративной этой штукатурки, знаете, вот этих набросов каких-то. Смотрится красиво. Смотрится намного лучше, чем... Часто, когда я бываю, отхожу, знаете, просто вот эта шуба называемая, да, ее накидают. А мусеттл такой есть в подъездах очень много. И вот как-то для меня это выглядит, как в обычном панельном доме. Здесь, друзья, совсем другая история. Дверь от застройщика. Полотно метровое. Слушайте, ну, я полагаю, эти двери менять никто не будет. Слушайте, здесь такой серый цвет, очень приятный. Хорошая фурнитура. Ночная заглушка есть. Глазок, ну, обычно стандартный. Так, из плюсов для меня. Вот мы зашли с вами, друзья, в студию. Первое, то, что это монолит. Здесь закреплена дверь. Ну и, соответственно, вы сами понимаете, если дверь закрепить в монолит или в блок, будет разная крепость этих входных дверей. То есть для меня, конечно, вкрепление в монолит, это преимущественно. Здесь мы видим трубку визита от застройщика. Здесь спрятали, все автоматы углубили вовнутрь. Так, меня просят говорить, какие стоят. Значит, это у нас студия, 63 А, C32, C10, C16, C16, C16. Та-та-та-та-та. Тут все даже разводка из инструкции. Тут, кстати, плюс, когда, знаете, вот застройщики их туда углубляют. Потому что, когда вот она вот так торчит, то есть она съедает место. А здесь я вижу розетку установлен от застройщика. Я так полагаю, это под роутер. Обычные цементные блоки держатся крепко. Вообще даже никакой вибрации нет. Система оповещения о пожаре. Если вдруг будет задымление, это должно сработать. Это звонок. Кстати, прикольно смотрится такой кругленький. Заходим. Мы зашли. Здесь у нас небольшая прихожая. Сюда, кстати, нормально встанет шкаф. Давайте от свет отойдем. Вот так будет лучше. О! Сюда нормально встанет шкаф. Либо, соответственно, система под оперативную одежду. То есть на сезонную пришел, повесил, зашел. Ванна. Ванная достаточно большая. Из плюсов я вижу, что здесь подводка трубы идет сверху. Это большой плюс, потому что у вас получается плоскость ванных комнат. Она вся будет прямая, прямоугольная. То есть не нужно городить какие-нибудь короба, как это делается обычно. В ванне я вижу гидроизоляцию. Я вижу обычную вентиляцию сборную с завода. Розетка. Здесь похоже на место под стиральную машину как раз. Световой прибор от застройщика, полагаю. И трубы. Необычное крепление. Я, кстати, первый раз такое вижу. Металлический уголок. На пластинок закреплен к монолитному перекрытию. И к нему крепится стояк трубы. Это малошумные трубы. А не обычный серый пластик, к которому мы привыкли. Он намного толще. И здесь такого шума нет. Ну, соответственно, студия. Это у нас и комната, и кухня. И вот смотрите, друзья. Розеточная группа. Тут розетки стоят. Все закрыто. Вот он выход. Канализационная малошумная труба. И смотрите, здесь есть технологическое отверстие. Я вот недавно снимал Балконский, и там застройщик предлагает бурить самим несущие монолитные конструкции там, где вам, типа, нужно. Ну, я считаю, это фигня какая-то. Так не должно быть. Значит, сразу обращу внимание, что здесь стенка сложена очень. Она смотрится реально красиво. То есть не везде видно, что вот так достаточно ровно все сделано, красиво. Нигде ничего не выпирает. Не вижу трещин. Вот тоже берем монолит. Вот здесь, получается, стык был опалубки. Ну, соответственно, там получается, как-то, знаете, вмятинка, можно так ее назвать. Вот они закрыли цементом. Молодцы. Где-то что-то было. Вот они, видно, это поснимали. В принципе, все. Монолит у нас, получается, в соседнюю квартиру. Там студия или душка, не знаю. Здесь ребро монолитное. И часть изготовленная из того же блока, что вот мы видим здесь. Это стена к соседям. И здесь, соответственно, главное что? Как хорошо вот застрочить вот этот верх за чеканем, так, соответственно, и будет у вас звукоизоляция. А сейчас что я хочу сделать. У меня с собой есть киянка. О! Мой незаменимый друг. Камеру в левую, киянку в правую. Слушайте, тут даже вибрации нет. Слушайте, круто. Бил я так прилично, не боюсь. Но и здесь вот тоже, обратите внимание, да, вот видно, если бы здесь стык был бы плохой, то пошли бы трещины. Трещины я очень часто вижу. Здесь я трещины не вижу, понимаю, что качественно сложили и качественно, соответственно, зачеканили. А стенки фасадные. Газоблок. Перемычка бетонная. Это точно они делают не сами, а покупают на заводе, наверное, там же, где лесичные марши. Окна рехау. Здесь мы видим паропроницаемую мастику, причём, кстати, свеженькая, аж ещё пальцем липнет. И здесь мы видим, что окна установлены на пластины. Для меня это большой плюс, потому что очень часто делают это крепление на накера, то есть проходят сквозь пластик. Я считаю, это не очень правильное. Вот это, я считаю, правильное решение, потому что вот здесь в раме там есть специальное крепление, пластины крепятся, ну и, соответственно, крепятся здесь, причём на специализированный здесь закрепленный крепёж. Блоки. Блоки у нас сложены на клею, это тоже плюс, нежели чем, когда складывают на цемент. Ну и наверху тоже, вот по периметру я пока смотрю, здесь нигде не вижу трещин, там выпаданий, как это, к примеру, было в Балконском, где квадратный метр А-300К стоит и выше. Вот, они её зачеканили, вот видно цементами, вот он вываливается. Так, кстати, пока мы здесь, давайте мы с вами измерим первое, это высоту потолка. У нас проектная высота потолка 2,6 метра, 2,631 метра, стяжка, есть деформационные швы. Также я скажу, что здесь, в принципе, достаточное количество розеток. И стяжка, на первый взгляд, ровная и красивая. И дальше, вот солнышко прям светит, и видно, какое большущее окно. Вот смотрите, вот эта створка, вот она, друзья, цельная, она, я так понимаю, глухая, да. Рехау держится крепко, и за счёт неё здесь просто огромное количество света. Часто делают вот такие перемычки, за счёт них сразу света меньше, он как-то, знаете, разделяется. Вот здесь этого нет, окна просто вот реально зачёт застройщику. Я периодически говорю о том, что когда вы приобретаете квартиры, на втором этаже и под вами находится коммерция, то про звукоизоляцию говорить вообще не приходится, потому что вы будете слышать всё. Здесь застройщик сделал хорошую звукоизоляцию, и вот я полагаю, проблем в этом именно доме таких не будет, как в некоторых, где не применили такую технологию. Стена у нас, вот он, да, мокрый фасад, там внутри утеплитель. Значит, сами окна серого цвета, смотрятся стильно. Вон, технологические отверстия для отвода конденсата. Здесь пароизоляция, так, слушайте, нормально лепили, ну, вот здесь небольшая трещинка, но это можно подмазать. Радиаторы застройщиком установлены Пурма Вентил Компакт, аналогичные, смонтированы в жилом комплексе Баухаус. Друзья, так получилось, что пока я прогуливаюсь по объекту, рассматриваю планировочное решение, встретил представителя компании Рихау, той компании, которая здесь во всём комплексе установила свои окна. Сейчас мы с ним поговорим и зададим интересующие нас вопросы. Евгений, здравствуйте, вы представитель Рихау? Да, да. Что можете рассказать вот про эти окна, которые установили в жилом комплексе Симпл? Эти окна сделаны из нашей профильной системы Рихау Грацио. Они отвечают всем требованиям по теплотехнике, по, соответственно, безопасности и комфорту. Не будет продуваться, сохранит тепло внутри вашего помещения и, соответственно, вам будет комфортно в этих квартирах. Как вы видите, здесь установлены двухкамерные стеклопакеты. И можно заметить, что как только закрывается оконный блок, здесь становится тихо. Независимо от того, какая обстановка за окном, здесь будет всегда тихо и комфортно. Студия с Эркером. Пошли смотреть. Заходим. Слушайте, ну здесь достаточно большая прихожая. Широкая дверь. Вот сюда как раз я бы поставил себе шкаф, либо такую тумбочку, где вешаешь вещи. Примыкание хорошо закрыто. Ну, стандартный звонок. Завод воды. Под роутер, понимаю. Тут у нас все аналогично. Слушайте, что мне нравится эта дверь? Реально классная. Здесь такой небольшой, скажем, коридорчик каком-то. Давайте посмотрим в ванную комнату. Видно гидроизоляция, вентиляция, малошумные трубы. Блин, круто. Стены с того же блока. Вот наверху видно противопожарная муфта. Не дай бог случится ЧП. Там специальные гранулы, которые температурой расширяются и перекрывают полностью эту трубу. Ну, соответственно, сверху и снизу. Ой, бабочка. Прилипла. Ничего за фигня. Розетка. Здесь, соответственно, понимаю, надо ставить стиральную машинку под нее. Все сделано. Вентиляция. Вот она, решетка. И еще для меня плюс канализация. Здесь уровень, наверное, примерно на вскидку стоит тройник сантиметра 3. То есть чем она ниже, тем лучше. Потому что если она бы здесь стояла высоко, бывает, знаете, сантиметров 10 стоит или выше, то, соответственно, когда, если ты хочешь санузел поставить, например, не прямо здесь, а чуть дальше, то, соответственно, он может быть достаточно высоковат быть для жильцов. Вот она, видите, завод. То есть здесь, соответственно, я понимаю, в дальней... А, счетчики стоят. Кстати, здесь счетчики все. Я вам чуть позже покажу. Кстати, выйдем, посмотрим квартиру и покажу, где стоят счетчики. Ну все, подводка воды. И у нас сама, друзья, студия с эркером. Вот здесь зона кухни. Так, мне интересно вот это расстояние. 45 сантиметров. Вы знаете, я бы здесь... Вот если пойти недорогим путем, то здесь можно просто... Просто мы штукатурим бетон весь. Вот здесь, например, можно, где будет фартух, вскрыть это, почистить, вскрыть лаком. И, кстати, будет смотреться достаточно прикольно. Ну это вот мои такие просто мысли. Вот он эркер. Вот она, выходящая часть фасада. Те же окна. Кстати, хорошо работает фурнитура. Двойной стеклопакет. Ничего себе, здесь они, утеплителя. Десятка, 20 сантиметров. Мы еще наверх с вами поднимемся, посмотрим. Радиатор отопления. И вот смотрите, друзья, что бы я сделал. Вот получается, вот у нас вход, вот она, прихожая. Я бы вот здесь, если у нас кухня, а вот здесь бы я поставил бы, прибил бы планку одну к полу деревянную, вторую кверху и поставил бы вот такой штокитник. То есть, когда ты находишься на кухне, то тебе вот часть вот этой зоны просто не видно. Ну сюда, соответственно, поставил бы много света, потому что на кухне должно быть много света. Так, ну здесь все то же самое, только что здесь она, видите, получается уголком. И здесь еще я понимаю, что когда будет панорамное стекление, то здесь будет вот территория, кстати, школы, друзья. Вот она, школа во дворе. То есть вышел, вот и там зашел. Вот там вход в это здание. Снимал я, кстати, начало вступления. Вот в этом доме поднялся, потому что здесь хороший вид. Утеплитель Роквелл застройщик применяет. Он, видите, как отходы сложили. Они, как обычно, вот эти куски потом добивают все стенки. И здесь можно посмотреть. Сетка. Вот он, видите, система мокрого фасада. Базальта-утеплитель приклеили, закрепили на грибки, поставили сетку, первый слой штукатурки. Потом, соответственно, вот он будет второй. И это все окрасит. Но здесь, видите, вот на данный момент, вот здесь за счет лесов и вот этой сетки зеленой. И здесь, вот смотрите, друзья. Здесь, конечно, сейчас меньше света. Когда уберут леса, то здесь будет большое количество света в этом помещении. А на что еще обратил внимание, что вот здесь достаточно широко. То есть обычно они, ну, как мне кажется, уже. То есть мы берем моего суперпомощника, рулетку, и измеряем. 3,70. И вот интересно, сколько у нас здесь до эркера. И 4,7. То есть плюс еще целый метр. И идемте смотреть студию с тремя окнами. Обращаю внимание, что здесь просто большая входная группа, переходящая в кухню. И вот именно про эту планировку я говорил, чтобы я ее переделал в однокомнатную квартиру. Потому что здесь есть стенка раз, два, три окна с выходом на будущую панорамную лоджию. Вот здесь ставлю перегородку, наверное, вот так, из гипсокартона. Ставлю себе сюда дверь, и я получаю однокомнатную квартиру. Хорошей площадью и с хорошим планировочным решением. Вот это все я просто закрываю белым цветом, кладу на польное покрытие, потолок крашу в черный, делаю хорошее освещение, делаю в плитке современной, наверное, в белом, может быть, цвете, из недорогой ванны, сейчас ее посмотрим, и все. И сдаю ее в аренду за 25 тысяч рублей в месяц. Так, радиаторщины группы достаточно большое количество, два радиатора PURMA, с окнами все то же самое. Слушайте, здесь так четенько все сделано. Есть возможность установить подоконник. Значит, смотрим с вами ванную. Слушайте, ванна вообще здоровенная. Она еще и сюда уходит. Слушайте, смотрите, как прикольно здесь сделано. Во-первых, ну, те же самые малошумные трубы, мы уже об них все знаем. Смотрите, как сделал застройщик. Получается, вот он, коллектор. И здесь мы просто зашиваем гельсокартоном, и все. Нам не нужно городить никаких коробов. Вот это, конечно, круто. Pro Aqua Style 200DN. Вот кому интересно, можно маркировку посмотреть и загуглить. Труба, вот она идет поверху. В принципе, можно вот так ее оставить. Можно натяжной потолок сделать, либо потолок сделать из ГКЛ. Значит, сама планировка, да. Вот, получается, мы с вами отделили. Вот у нас, соответственно, комната. А здесь у нас небольшая кухня. Мне здесь понравилось то, что есть место под кухню небольшую. То есть ее, ну, наверное, просто вот прямо сделать. Или там буковка Г сделать. Надо смотреть, что сейчас есть из кухонь. Кстати, если кому-то нужна мебель или кухня, звоните, дам контакт. У меня товарищу свое производство. Он занимается мебелью. Пока делает все, кроме мягкой. И, соответственно, у вас здесь получается большая комната. Так, мы с вами не вышли, друзья, на балкон. Вот видите, да? Утеплитель. Система мокрого фасада, вот так называемая. Ну, отсюда, соответственно, с уровня второго этажа. Вот тут даже детская площадка какая-то есть. Не учился для малышей. Ну, видите, вот идут работы. Видно, коллекторы прокладывают. Стоит техника. Вот здесь большое количество утеплителя. Вот этот миксити, я так полагаю, это для стяжки, потому что вот груды песка. Там, наверное, где-то и цемент лежит. Вот эти блоки такие пообразные. Это как раз закрывать каналы. Вот это под электричество ГОФы притащили. Второй, третий литер. Или, наоборот, первый, второй, третий. Смотрим двухкомнатную квартиру, которая называется Евро-трешка. Входная группа. Ну, вот здесь можно поставить шкаф, либо просто полку и вешать одежду. Также у нас здесь, получается, утопленные автоматы. На двушку по ощущению, что такое же количество, как и на студии, что мы с вами смотрели. Розетки. И вот погнали. Вот у нас первая комната. Небольшая комната, но по площади здесь всего хватает. Аналогичный радиатор. И с выходом на балкон. Слушайте, строители просто дофигища. Здесь стройка очень так, друзья, активно идет. Кухня-гостиная. Два окна. Большой плюс, это, например, для меня. Потому что много света. Сейчас понятно, что темней. И темней здесь как раз вот за этих лесов. Их когда демонтируют, станет намного светлее. Мы видим с вами те же радиаторы Порма. Мы видим те же современные окна Рихао. Мы видим ту же бесшумную трубу. Вентиляцию. Разводку по потолку. Вот здесь тоже, смотрите, да, здесь можно, если кому-то нужно закрывать, то есть можно либо гипсокартоном закрыть, либо это можно закрыть, вот в гипсе вот так поставить и сделать натяжной потолок. Чтобы просто всю высоту потолка не делать ниже. Либо вообще сплошную сделать. А здесь первый плюс для меня, что два балкона, два окна в кухне-гостиной. Если предугодить, то здесь реально можно, знаете, поставить просто огромный диван, стол. Ну, места на все хватит. Комната. Также с двумя окнами. Ну, вот это просто оконища, я назову. Я вот не знаю, в студии такой же размер, что-то я не померил, не измерил. Но у меня вот такое ощущение, что здесь вот это стекло намного длиннее, чем в студиях, то, что мы с вами смотрели. Здесь у нас выход уже на остекленный балкон застройщиком. Мы видим холодное стекление. Мы видим, как я это называю, забрало для того, чтобы если вдруг вы поставите кондиционер, ну и вообще, чтобы был приток воздуха. Не только на балкон для кондиционера, но и вообще, в принципе, в квартиру. И здесь я вам покажу, друзья, самое классное место. Огромная ванная комната с окном. Вот это реально круто. Труба. Вот, получается, за стенкой у нас уже кухня. Подвод воды. Вентиляция. Входная группа. И ванна просто огромная. Слушайте, хорошо здесь настроена фурнитура. Еще одна студия. Здесь просто хочется измерить ее ширину. 3,5 метра здесь на 4,7 до как раз кухонной зоны. Одна комнатная квартира, которую можно переделать в дужку. Идемте смотреть. Входная группа. Вот здесь у нас есть такое помещение. Сюда вот просится реально или шкаф, или сюда просится, знаете, поставить такие две дверцы открывающие. Можно ставить дверцы, которые вот ездят, но я из опыта своего скажу, что их не всегда закрываешь. Лучше, когда вот эти дверцы, они будут мешать, ты их будешь закрывать. Сейчас посмотрим это пространство чуть позже. У нас здесь ванна. Ванна огромная. Тут, наверное, почти, мне кажется, 6 метров. Стяжка, гидроизоляция. Вот здесь видите тоже плюс, что когда будете делать ремонт, то просто вот здесь зашивается, вот как по свету, да, вот так зашивается. И здесь получается вот на стояк. А не так, что у нас обычно они все торчат так по стене, что, блин, приходится убогие короба делать. Здесь такого не будет. Это мне нравится. Смотрите, здесь плюс. Вот эта зона кухни. И здесь, к примеру, можно сделать вот там буквы, ну, здесь, например, сделать кухню, а здесь просто вот стол, такой же типа как кухни, только внизу без тумбочек. Для того, чтобы коленки залазили, сделать для приема пищи. То есть здесь собираться, повисить куда-нибудь телек. И вот здесь ставим стенку, ставим дверь из гипсокартона, стенку, дверь нормального покупателя. У вас получается комната. Ну, это однокомнатная квартира. Либо оставить так, как и есть, и здесь сделать такую зону отдыха, повесить телек. Здорово. Здесь комната с окном, и еще окном, и дверью выход на балкон. Знаете, хорошее решение, когда можно приобрести двухкомнатную квартиру, но заплатить как за однокомнатную. Вот это, конечно, плюс. Одно из интересных планировочных решений двухкомнатной квартиры. Заходим, сразу попадаем в кухню-гостиную. Два окна. Для меня это большой плюс, потому что больше света. Окна большие, и вот видите, они вот сплошное остекление, нет обычных, привычных, крестиков и всего остального. То есть здесь много света. Зона кухни, вот я вот прямо вижу, что я вот так себе ставлю кухню. Это раз. Входная группа. Сюда вот здесь большое расстояние, тут, наверное, сантиметров под 80, нет, 70, 60, 70. Как раз нормально станет шкаф в двери, в три створки. И, соответственно, пришли гости и сразу пошли на кухню. Вот здесь зона отдыха у меня, вот здесь, прямо в этом углу. Разветочные группы есть от застройщика. И мне нравится, что здесь есть раз комнату, назову ее мастер-спальня. И два комната. Посмотрим сейчас вот эту комнату. Смотрите, большая комната, огромное количество света. И с выходом на балкон. Ну, тут все аналогично, уже нет смысла рассказывать про одно и то же. И здесь основной, друзья, это то, что здесь есть ванная комната. То есть в мастер-спальне есть своя ванная комната. Ну, вот здесь вентиляция, канализационная труба. И что вот здесь? Здесь можно сделать, например, хранение шуб, раз есть вентиляция. Здесь можно сделать гардеробную, можно сделать санузел. Потому что выводы все есть. Электричество, вода, канализация. И вот круто здесь тоже, обратите внимание, что вот есть такой уголок небольшой, да. Но вот прикольно, вы его вот так зашиваете, и у вас получается ровный периметр. Мне это понравилось. Идем дальше, проходим с вами кухню-гостиную. Вот здесь я уже вижу, у меня будет красивая столешница. Вот здесь, да, я как раз делаю варочную поверхность где-то вот здесь. Здесь у меня будет духовка выше, потому что это удобно. Я, например, очень часто люблю вообще готовить. И духовка на более высоком уровне, я считаю, для себя удобнее. Верхняя разводка труб. Вот она, друзья, видна. Выводы электричества, кабель-канал. Еще одна большая ванная комната для всех. Тут, кстати, тоже достаточно интересно сделано. То есть, видите, вот он стоит в углу, и можно просто вот так углом зашить, и все. Либо можно зашить вот так полностью стенку. И здесь сделать большие полки для хранения. К примеру, сделать на заказ шкаф, поставить сюда. Будет зона офигенная. Причем, кстати, здесь прикольно. Здесь вот можно поставить ванну. Вот сюда как раз, да, она подойдет. Можно поставить просто душевую кабинку. Здорово. И, друзья, смотрите, что у нас здесь. Назовем это комната 2, помещение 2. Детская, если у вас есть дети. И мне нравится, что здесь угловое окно. Вот мне всегда хотелось, чтобы у меня в доме или в квартире было угловое окно. И чтобы у меня обязательно было окно в ванной. Вот такая у меня мечта. Можно открыть окна. Открывается, кстати, хорошо. И вот здесь... Смотрите, рабочие пошли. Вот, идут, идут, идут. Здесь, видите, вон, перед тем, как приклеить утеплители, проходят специальным средством для лучшей адгезии. Бетонный контакт или еще что-то здесь применяет застройщик. Кстати, вот здесь, видите, тоже хорошо промазано. Молодцы. Ну, здесь, так я понимаю, надо в дальнейшем заделать, потому что на леса поставили. Видите, какой крепеж, чтобы они, кстати, не упали. О, нормально держится. Раз, два, три, четыре створки. Ну, естественно, много света. Ну и сама комната достаточно большая. Ну, здесь, соответственно, в дальнейшем ставим дверь себе. Не знаю, будет стенка от застройщика или это уже так останется. Ну, само планировочное решение достаточно интересное. А если вам понравилось, хотите узнать стоимость этой квартиры, пожалуйста, звоните. Кстати, фурнитура четко здесь работает. О, кстати, смотрите. Не сказал бы, что это базовая. Так, вот это должна работать. Так, это на вентиляцию работает. В пленке, поэтому плотно. Это у нас только на открытии. О, это у нас открытие и вентиляция. Так, и это должно быть, наверное, просто тоже на открытии. Да, это только на открытии. Вот он, наш шкаф. О, господи. Слушайте, ну в коллекторной можно просто жить. Трубы отопления, горячая и холодная вода. Вот она, заход, я понимаю, как раз квартиры. А, вот у нас отопление. Санокс, производитель коллектора. Ручки такие нормальные, мощные. Слушайте, помещение просто здоровенное. Стаканы видны. Зачеканены пеной. Все обрезаны. Все обрезаны. А трубы, не знаю. Трубы, похоже, тоже не из дешевых тут стоят. РВК-профи. Вот кто знает, напишите. По ценовому сегменту, какой это уровень. Это базовый уровень, средний или высокий. Даже интересно. Электричество. Закрываем, как было. Поднимаюсь наверх и обратил внимание на стену. Вот смотрите. Базальтовый утеплитель. На грибках, полагаю, на клею приклеенный. Обратите внимание, никаких щелей. Все очень плотно подогнано. Вот это мне нравится. Очень качественно сделано. Поднялся уже на 11 этаж. И смотрите, что вижу. Бетонный контакт для лучшей адгезии. Штукатурит по маякам, друзья. Обычно так не делают. 26 этаж. И мы здесь видим, как разводят систему отопления в здании. Разведена электрика. Вот они. Трехжильный кабель. И самое классное, здесь можно выйти на балкон. И тут не страшно, потому что здесь бетон. Ох, какая высота, друзья. Вот я всегда, если жить в многоквартирном доме, то я, например, лично предпочитаю последний этаж. Потому что с последних этажей самые красивые виды. Район как на ладони. Вот мы с вами, друзья, и на кровле. Кровельный пирог готов. Вот это его вентиляция для того, что если там есть какая-то влага, она, соответственно, через этот грибок выходит. Вот здесь мы видим выводы системы вентиляции. Вот из-за разного угла этих лопастей, из-за ветра, создают избыточное давление и помогает вытягивать отработанный воздух вот сюда наверх. Работает, кстати, без электричества на ветряной энергии. Утеплитель, рок-вол, вентиляция. Ну-ка, что там видно, что-то. Вот здесь видно, что монтаж. Так, здесь они прошлись хорошо. Здесь еще, кстати, видите, прошлись праймером перед тем, как сделать, прикрепить гидроизоляцию. И вот она тут, кстати, а вот здесь над герметиком немножечко пройтись. Тут нормально все. Вот это, кстати, специально выкладывают, чтобы здесь можно было ходить. Кровля у нас два слоя. То есть первый слой кладут, и потом второй слой, чтобы минимизировать возможности протечек. Это, кстати, делают везде, на всех кровлях. Применяют здесь Технониколь, Унифлекс. Это наш отечественный производитель, хороший материал. Ну, конечно, очень высоко. Ну, если у нас, получается, там 26-й, то 27-й этаж. И это одна из самых, друзья, высоких точек в этом месте. Ну, отсюда, конечно, район как на ладони. Обратите внимание, как видны детские площадки, футбольные, баскетбольные поля, ближайшие новостройки. Сейчас еще вперед пройдем. Вот выезд на Московское шоссе. Плотника смотрю здесь. Сегодня, кстати, пятница. Так, надо взять замуду и говорить дату видео. Пятница, 23-е число, 13 часов 12 минут. О, даже вот где леса, офигеть. До самого верха. Ох, как страшновато туда подходить, друзья. Так, и здесь... А, сейчас, знаете, что я вам еще хочу показать? Я смотрел по плану, где должен быть трамвай, потому что, полагаю, это многих интересует. Кстати, вот если бы я себе приобретал бы квартиру, то я бы брал бы с видом накат. Потому что из окна постоянно красивая картинка, все меняется. Навряд ли что-то здесь застроено. Здесь только должен появиться трамвай. Так, и трамвай у нас должен быть заходить с другой стороны. Слушайте, очень страшно. Иду по самому краю. Я, честно, боюсь высоты. Не знаю, видно на камеру или нету. Самолет летит. Что-то я его сам не вижу. Вот он. На экране не вижу, а вживую вижу и слышу. Слушайте, ну кровля нормальная, еще ограждений будет. В принципе, и все здесь. Смотреть особо больше, друзья, нечего. Впереди видны Пулковские высоты. Вот они такие, горки. Ага, вот у нас где. Надо вот сюда подойти. Держаться-то здесь не за что. Вот, в общем, просто на самом краю, друзья. Ставьте лайк и оставьте свой коммент. Блин, а здесь мастер внизу, офигеть. Вот они, высотники бесстрашные. То есть вот здесь должен идти вот так, вот так, вот так, вот так трамвай. То есть буквально 7-10 минут максимум, и вы уже на остановке трамвая. А трамвай, вы сами знаете, я знаю, что это отличный вид транспорта. Он на электричестве, экологически чистый и едет без пробок, так как у него свои пути. В большинстве современных проектов применяют межритажную шумоизоляцию, которая называется стенофон. Это такой вспененный материал, его там 2-3 миллиметра берут, и в принципе под нагрузкой стяжкой от него ничего не остается. Плотность там такая, друзья, что есть, что, соответственно, нет. И вот здесь я спускаюсь, вижу шумоизоляцию, и вам сейчас ее покажу. 19 этаж, обратите внимание, вот она пошла. Вот так ее закрывают скотчем малярным. Так, 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 и вот она сама, друзья, и здесь высокая плотность. То есть, если стяжка станет, то она, знаете, не сплюшнится там в 0,1 миллиметра. Так, вот здесь свет, хотя бы я вам смогу чуть лучше показать. Слушайте, это сантиметр, похоже, друзья, да, сантиметр. Смотрите, какая она плотная. Вот я прилагаю такое достаточное усилие для того, чтобы просто сжать. Я его до конца не могу сжать. За счет, соответственно, плотности воздушных пузырьков, которые там запечатаны внутри, вот это уже будет намного лучше, на порядок лучше, чем это применяют обычно. Но очень хочется найти этикетку и посмотреть характеристики. А вот, друзья, у нас и с вами упаковка. Полифаз изоляционный материал. Стенофон 290. Спененный полиэтилен высокого давления. Тепло в каждый дом. Высокоэффективный теплоизоляционный рулонный материал. Уменьшает уровень ударного шума. Увеличивает плотность материала, устойчив к воздействию агрессивных средств. Плотность. Килограмм на метр кубический 35-40. Толщина десятка. Ну, вот, как я и сказал. Так, коэффициент теплопроводности 0,032-0,034. Динамический модуль упругости. Ну, и вот, можно загуглить и посмотреть. Сохраняет тепло, снижает шум. Он не подвержен гниению и коррозии. Не наносит вреда окружающей среде. Изоляция необходима, чтобы она была сухой. Чистая укладка, изоляция на поверхность. Монтаж включает стык-встык. Ну, и все. Ну, в общем, как мы с вами и видели, все сделано стык-встык и проклеено скотчем, для того, чтобы не расползалось. Ну, раз все открыто, почему бы нам, друзья, с вами не спуститься в подвал или посмотреть, есть ли там протечки и как будут выглядеть ваши будущие кладовки. Вот так, друзья, выглядят входные двери в кладовые помещения жилого комплекса Bauhaus. Включим мой суперфонарь. Так, здесь какой-то мини-склад. Трубы, спецовки. Добрый день! Следов влаги не видно, монтирую коммуникации. Вот одна из самых низких точек, где как раз и должна быть влага. Соседнее помещение выход. Трубы. Вот, смотрите, все окрасили. Серенький цвет. Слушайте, ну я здесь нигде не вижу пока протечек. Здравствуйте! О, это лестничный марш у нас тут. А, это вы тут болгаркой балуетесь? Аромат стоит. О, у нас еще один выход. Ну, все, друзья. Вот и весь сухой подвал. Минус первого этажа. Ну, вот на такой люльке поднимают стройматериал. Монолитные перекрытия. Мокрый фасад. Вот, видите, как раз снимал на втором этаже. Вот он, видимо, утеплитель. Тут, наверное, десятка. Сверху стяжка. Наверное, сетка, стяжка, чтобы не провалилась, естественно. Сделан для того, чтобы была хорошая звука и теплоизоляция. Ну, в принципе, здесь площадь сама небольшая. Поэтому, соответственно, в дальнейшем все о культуре. Это, кстати, очень быстро делают. И все. Здравствуйте. Так, здесь я вижу какое-то оборудование. Это для вентиляции. Это очень похоже на что-то от лифта. Или тоже вентиляция. Так, вот это вентиляция. Двигатели. А, это для этих, для колпанов, если не ошибаюсь. Поддон. Клапан, да, для вентиляции. Утеплитель, утеплитель. Вот, знаете, очень здорово, когда застройщики применяют один и тот же материал. То есть, если утеплитель роквелл, то везде роквелл. Если штукатурка и витамин, то везде штукатурка и витамин. При этом, отмечу, она не из дешевых. Ну и, конечно, у каждого объекта должен быть паспорт объекта, и этот объект не исключение. Я всегда, друзья, говорю, что перед покупкой квартиры нужно смотреть с данной объекта застройщика. Раз есть данные объекты, идемте и внимательно посмотрим. Жилой комплекс Bauhaus застройщик сдал 28 августа 2019 года. То есть, сдачи дома прошло более трех лет. И вы посмотрите, друзья, на эту красоту. Озеленение, конечно, территории смотрится очень красиво. Ну и обратите внимание, друзья, на сам фасад. Таракотовая плитка. Фасад чем-то напоминает сталинский ампер. Давайте зайдем и посмотрим его внимательно. По аналогичному магнитному ключу вы будете заходить в жилой комплекс Simple. Заходим, входная группа, но у меня здесь, друзья, просто нет слов. Огромная высота. Логотип жилого комплекса. Здравствуйте. Просторный холл. Даже с колонкой Marshall. И обратите внимание на эту декоративную подсветку. Почтовые ящики. Слушайте, я вот такие, честно, первый раз вижу. Очень круто сделано. Запад лицо со стеной. Красивая отделка. Обратите внимание, как выполнены ящики для хранения пожарных рукавов. Сразу все видно, что есть огнетушитель, есть рукава. Очень красиво. Вот почему, я не знаю, не делают так остальные застройщики. Тут, видите, какая-то реклама. Две большие панели. И вот посмотрите, друзья, наверх. Круто, да? Название комплекса, этажность, квартиры, где какая находится. Ну, здесь, смотрите, здесь камера с подсветкой. Ну, тут можно все что-то тут понаделывать. Ну, в общем, крутяк. Обратите внимание на двери. Стальная дверь я вижу первый раз. Слушайте, очень круто все подогнано. При помощи ключика. Вот, смотрите, только подошел, заработал дисплей. Экономит электричество. Нажимаем, открывается дверь. Скрытые петли, хороший доводчик встроенный. Сенсорная кнопка, друзья. Слушайте, отделка просто крутяцкая. Идем. Это у нас впереди, получается, так. Это вот слифтовой холл. У нас два лифта напротив друг друга. Есть указатель здесь. Соответственно, здесь первый этаж. Ну, что, вызываем. И едем на самый верх. Это у нас кёная. Слушайте, очень красивая отделка. Ох ты, слушайте. Это стекло, что ли? Слушайте, это стекло. Слушайте, очень дорого, богато. Слушайте, я вот такой, на самом деле, первый раз отделку вижу. Если кто-то видел уже стеклянные двери, дайте знать. Очень быстро открылись двери. Офигеть. Значит, вот это, друзья, не отделка лифта. Это временное антивандальное покрытие для того, чтобы не повредили лифт. Вот видите, как всё крепится. Здесь камера, подсветка. Вот здесь видно, да, что здесь отделка другая. Не знаю, вот такие же панели или нет, но обратите внимание, как круто сделано. Я, кстати, в своих видео очень часто говорю, что заходишь, такое ощущение, что попал в какой-то строительный вагончик, но здесь просто обычный лифт. И даже если вот не смотреть вот на эти вещи, то даже не понимаешь, что это не отделка лифта. Это просто временная отделка. Едет очень быстро, очень быстро. Мы едем с вами на 25-й последний этаж в этой секции. И так, разговаривай, достаточно тихо. 25-й этаж. Выходим. Красота. Смотрите, что здесь я сразу отмечу. Нумерация квартир. Обратите внимание, что отделка... У меня просто нет слов. Я, честно говоря, такого никогда не видел. Когда я вот это вижу, вот у меня единственная ассоциация, это огромное уважение к застройщику, который возвел этот дом. Из плюсов. Так. Зона безопасности. Так, тут закрыто. Как туда попасть? А, все. Нужен ключ. И видите, здесь тоже закрыто. Я вот такое помню, было в Магнифике. Мне очень понравилось, что, к примеру, кто-то прошел, зашел, к вам приехал курил, он подошел сюда, дальше ему не пройти. Вы выходите, видите, кто стоит перед вами и проходите. Межквартирный коридор, просто широченный. И я бы его, друзья, назвал дизайнерский, не побоюсь этого слова. На последнем этаже, для моего удивления, аналогичные, дорогущие пожарные ящики. Вы только посмотрите, какая красота. Слушайте, ну это круть. Высший пилотаж. Ну вот оцените по пяти баллам этот коридор. Пять круто, один плохо. Жду. Чтобы выйти, здесь тоже нужен ключ, друзья. Вот это безопасность. Держится крепко переходной балкон. Обратите внимание на плитку, на двери. Мне нравится, что здесь стекло, на лисичные марши здесь стекло. Ну и, конечно, вид на город. Слушайте, фасад смотрится достаточно красиво. Смотрите, какие окна подъемные. Ну, на первый взгляд, достаточно все сделано ровно. Я вот пока что-то такого не вижу. До чего можно придраться. Башня Газпрома видна вдалеке. Так, смотрим с вами лестничный марш. Ух ты! Ух ты! Вот смотрите, здесь декоративная штукатурка. Хорошо подобран цвет. Это гипсокартун, нигде не видно трещин. Лестничный марш. Обычный, вот с завода, такой же, как мы с вами видели в жилом комплексе. Симпл. Симпл. Кстати, переводится с английского как простой. И обратите внимание, окрасили, смотрятся классно. Ограждающие конструкции вроде простые, держатся крепко, но и смотрятся красиво. То есть, у меня каких-то вопросов не возникает. О них каждый комплекс может похвастаться тем, что есть указатель этажности на всех этажах. То есть, вот мы видим пятый, шестой. Смотрите, как быстро едет лифт. Идет вниз. Обратите внимание, друзья, на плитку. То есть, сам рисунок, он повторяет вот эту красоту на потолке. Плюс сама плитка, она фактурная. И что мне здесь порадовало? Идешь, идешь, такой понимаешь, что вот здесь шкаф, где расположен коллектор. То есть, таким ключиком можно открыть и посмотреть, что внутри. Слушайте, здесь нет забрала. Но я скажу, что практически не бросается в глаза, потому что вот это все окрашено в цвет стены. Здесь закрыто серебристым металлом. И вот даже, я не знаю. Вот, кстати, оцените, как вам, как сделать застройщик. Напишите в комментарии. У нас есть с вами уникальная возможность посмотреть две квартиры в зданном доме Баухаус. Одна с отделкой, а вторая нет. Идемте и внимательно все посмотрим. Слушайте звук, друзья. Сказка. Открываем дверь. Нейтральная отделка. Панели двери. Так, глазок через камеру, не знаю, видно или нет. Он должен быть на 180 градусов. Широкое полотно. Обратите внимание, как подписаны автоматы. Вот так, кстати, должно быть тоже в симпле. Здесь, кроме того, подписано, где и что, есть рисунки. И сразу наглядно все понятно. Ну и плюс схема. И вот мы, друзья, только зашли в прихожую. Обратите внимание комнату. Какой здесь шикарный вид. Внизу установлено противопожарное стекло. Оно вот такое немножечко преломляет изображение. Ну и здесь, конечно, обратите внимание, что район как на ладони. Вид прекрасный. Ох ты, смотрите. Заходит сюда воздух. А забор воздуха сделан застройщиком в откосах окон. То есть в самом фасаде. Не со внешней стороны. То есть когда бы мы смотрели, видели бы вот эти отверстия. Смотрелось бы не так красиво, как сделано здесь. Это круто. Еще одно помещение. Ну тут все аналогично. О, чувствуется, что идет приток свежего воздуха. А это у нас с вами кухня. Шикарные окна от застройщика. Окна даже, сказал, не двери. Четко работает фурнитура. Обратите внимание. И заходим на остекленную лоджию. Можно, кстати, открыть окно. Опа. И все. У вас открыто идет приток свежего воздуха. Ну вот здесь, слушайте, для безопасности я считаю очень здорово, что сюда тяжело, наверное, будет выпрыгнуть и пытаться вообще вылезти отсюда. Здесь, кстати, обращу внимание, что стеклинии теплые, однокамерные стеклопакеты. Метр 47, почти полтора метра глубины. Здесь даже это чувствуется. Сюда, да, напрашиваются что-то поставить, потому что можно сидеть утром, пить кофе, любоваться рассветами и закатами. В своих видео, друзья, я очень часто говорю о том, что как только ты спускаешься в минус первый, либо минус второй этаж, где находятся кладовые помещения и паркинг, там совершенно другая отделка и такое ощущение, что ты попал в какие-то катакомбы. А давайте посмотрим, что сделал здесь застройщик со своим паркингом. Тарарарарам! Смотрится очень красиво. Открываем дверьку, поворачиваем. Да, друзья, это вот такая отделка стен. Это не то, что можно подумать изначально, что как будто промокло и потом подкрашивали. Это вот так всё выглядит. А вот он выход. Обратите внимание, как круто и красиво сделано. То есть, знаете, всё вроде просто, но в то же время красиво. Ну, шкафы здесь попроще, да. А рукава-то есть. Вот рукавами не каждый может похвастаться застройщик. Обычно говорят, у края. Так, ну что, давайте пройдём. А, ну вот местечко. Вот только к этому можно докопаться, что здесь, конечно, бы не мешало подкрасить. Или здесь стояло-забрало, его просто демонтировали. Слушайте, вот, честно говоря, даже непонятно, это декоративное покрытие или это бетон. Просто очень круто сделано. Очень круто. Вот указателей мне не хватает, чтобы понимать, куда выходить. Паркинг. Окрашенные стены, вентиляция, система для пожаротушения. Здесь я вижу, здесь распылители. Вы видите, ограничители подпарков. Если у вас есть Тесла, то этот комплекс 100% для вас. Вот она, зарядочка. И это, друзья, всё сделано от застройщика. Заряжайте на здоровье. Вот так, друзья, выглядят входные двери в кладовые помещения жилого комплекса Bauhaus. Такого, друзья, вы точно никогда не видели. Смотрите внимательно. Прихожая, квартиры на последнем этаже. 25 этаж, вид, конечно, космос. Сейчас пройдём вот отсюда и всё посмотрим. Ванная комната. Ну, на первый взгляд, обычная, небольшая ванная. Но как только поднимаете голову наверху, вот-вот-вот, о! А вот уже и потолок. Тут метров 6, наверное, может быть, даже и больше. Не обойтись без моего помощника. 6 метров, друзья, 6 метров высота потолка. Как вам такое? И смотрим на город. Московский район, как на ладони, мечта для дизайнера. Ну и обратите внимание на высоченные потолки. Вот кто из вас знает объекты, где есть высота потолка в 6 метров, друзья? В 6. Я видел 3, 4 с половиной, там, до 5, ну это 6. И здорово, что здесь из квартиры витаж на три стороны. Кстати, отсюда виден и жилой комплекс Симпл. До него, как говорится, рукой подать. Пулковские высоты. Слушайте, очень красиво. Красиво и живописно. Мне нравится. Отсюда, кстати, можно обратить внимание на фасад. И вот так, знаете, на первый взгляд, я нигде не вижу кривых рук застройщика. А я вижу, что все достаточно сделано ровно и аккуратно. Так выглядит двор в этом комплексе. Ну, тут одно напрашивается. Вау! Кто-то может сделать красоту, а кто-то не может. Декоративная плитка, подсветка, скамейки. Это, понимаю, подсветка вот на таком низком уровне, чтобы смотрелось красиво. Здесь автополив газонов. Паркинг. Так выглядит многоярусный открытый паркинг. Вот, знаете, ощущение, что я нахожусь сейчас точно не в России. Спортивное оборудование европейской, самой дорогой компании Компан. Для мусора контейнеры. И они, обратите внимание, как глубоко. То есть, кажется, что немножко вам следили прилично. И вот такая, друзья, красота. Ливневка. Красивая трава. Папоротник. Ели. Детская площадка. Кустарник. Вот так должны выглядеть дворы во всех новостройках. Да, друзья, просто нет слов, когда видишь такую красоту. Небольшой двор, но обратите внимание, как все сделано красиво. Закрытая территория, вход везде по магнитным картам. Качественные европейские, европейское оборудование дворов. Шикарные входные группы и озеленение. И здесь, обратите внимание, у фасада также есть декоративная подсветка. И, полагаю, вечером просто смотрится великолепно. Надо обязательно приехать, будет и снять отдельно. Есть даже вот такие красивые лежаки. Как в детской песенке. Я на солнышке лежу, я на баухаус смотрю. В жилом комплексе Симпола можно приобрести квартиру по госпрограмме со ставкой 6,7% годовых. На сегодняшний день есть ставка 0,1% годовых, которую субсидирует застройщик. А платеж на студию составит 12 тысяч рублей, что почти в два раза ниже аренды за аналогичную квартиру. Учитывая данный объект застройщика, жилой комплекс Симпол считаю, будет самым интересным и востребованным объектом в Шушарах. Соответственно, и инвестиционная привлекательность его будет выше. Забегая вперед и думая о завтрашнем дне, я понимаю, что будут строить новое, современное, комфортное жилье. И на их фоне большая часть объектов будет непривлекательна, потому что каждый из нас хочет жить в современных, красивых и энергоэффективных домах. Именно поэтому к выбору квартиры для жизни и инвестиций нужно подходить с умом. Думай о завтрашнем дне и как и кому ты будешь продавать квартиру через 10 лет. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. А я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok